Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу три замечательных идеи изготовления самодельных гаджетов для телефона. Ну что, давайте приступим к работе и для реализации первой идеи нам понадобится разъем microUSB, один белый светодиод и резистор на 100 Ом. Первым делом разбираем корпус и извлекаем разъем microUSB. Следует отметить, что micro и miniUSB отличаются, конечно же, от USB 2.0, но не только своими размерами, но и наличием дополнительного контакта. Ну а если на выходе у вас также 5 контактов, а не 4 как у меня, то не нужно впадать в панику, поскольку есть распиновка и вы с легкостью сможете понять, что и куда подключать. На данном этапе к плюсу от разъема припаиваем резистор. Ну а к резистору припаиваем анод от светодиода. У светодиода есть плюс и минус, соответственно плюс это анод, а минус это катод. Катод припаиваем к минусу от разъема. Ну и в завершение при помощи надфиля спиливаем слегка пластиковую оболочку светодиода. Это нужно для того, чтобы он, соответственно, поместился в корпус разъема. Благодаря такому самодельному фонарику вам больше не придется рисковать вспышкой телефона, поскольку каждый раз, когда вы используете вместо фонарика вспышку, она очень сильно перегревается. И, соответственно, через некоторое время выйдет из строя. Ну а самодельный фонарик проработает до тех пор, пока аккумулятор жив. Если вы все-таки посчитали, что фонарик это лишнее и он вам ни к чему, то советую вам использовать разъем от microUSB в следующем назначении. Возьмите и разберите откуда-то ненужное USB гнездо или приобретите его. Далее отрежьте лишние провода, оставив небольшие концы. Ну а теперь припаиваем USB 2.0 к microUSB. Красный цвет провода это плюс, белый провод это данные минус, зеленый данные плюс и черный минус. Ну и в завершение вырезаем корпус USB и помещаем все внутрь. В результате у нас получился вот такой вот замечательный переходник для телефона, благодаря которому можно будет подключать к телефону обычные стандартные флешки. Я думаю, такой переходник вас выручит на работе или на учебе. К примеру, вам срочно нужно просмотреть некие документы стандартной флешки, но ноутбука или плашета рядом нет, то тогда при помощи такого переходничка можно будет просмотреть документы с телефона. Ну и третья, последняя идея на сегодня вас выручит при ремонте наушников. Если вы нечаянно вырвали провод со стороны залитого миниджека и на замену нету нового, то не проблема, можете заменить залитый пластиковый корпус от миниджека вот таким вот носиком от медицинской иглы. Для этого нам нужно всего лишь аккуратненько извлечь иглу и просверлить отверстие по диаметру провода. Напоследок нам остается аккуратненько припаять провода, вставить плотненько пластиковую втулочку и вуаля! Ну а сегодняшний выпуск, ребят, подошел к концу. Огромное спасибо за то, что досмотрели его. Не забудьте оценить, также распространить. Ну а я побежал записывать новое видео. Всем пока-пока!